Привет! Привет! У меня сегодня хорошее настроение. Правда, оно переменчивое постоянно. Только было нехорошее, сейчас уже хорошее. Привет из Латвии, Рига. Как погодка? Слушайте, у нас уже холодает. Прям, знаете, как будто осень, но в Москве. Уточню. Звука нет? Как это звука нет? В смысле звука нету? А почему тогда никто не пишет? Привет из Белгорода, из Нью-Йорка. Что такое уставшая? Действительно, очень, да, такой неожиданный вопрос. Почему я такая уставшая? Да так, знаете, странно. Вот с утра до вечера отдыхаю, а все равно какая-то уставшая. У меня двое погодок, я просто как белка, ты мой герой. Так, есть звук, так что, как детишки, как мелкая спешная... Короче, не сплю я. Не сплю я. Я, если честно, пока что в полном ахере. Потому что я встаю, я встаю, я уже уставшая. Я просто чувствую себя как овощ какой-то. Просто порой голова вообще не соображает. Честно, у меня никогда такого в жизни не было состояния. Уже, знаете, такая хроническая усталость, хронический недосып. Казахстан. Лицо уже похудевшее. Да, я начала делать массажи для лица. Вот. Я теперь хочу себе эти, как оно, углы джоли. Углы джоли, скулы джоли, короче, лицо джоли. Вот. Но с помощью массажа. Вы знаете, что я ничего не колю себе в лицо, никаких инъекций не делаю. Мне, получается, сейчас 30 лет. Вот. Но я не говорю, что это плохо. Просто, не знаю, хочу пока что естественным путем, массажами. Потом, конечно, время покажет. Потерпи годик-полтора будешь спать. Я даже чем и занимаюсь в целом. Я терплю, терплю, жду первый период, когда после трех месяцев полегче, потом через полгода, потом через год. И вот, надеюсь, когда-то будет совсем легко. Когда дочку покажете, как назвали? Как назвали? Видео сейчас готовится на следующей неделе. Я точно скажу, какое число. На следующей неделе, в общем, мы выложим видео. А познакомить, ну, я думаю, что в августе, да? Сейчас август. Ну, короче, в этом месте. Но, пожалуйста, те, кто пишет, ты обещала. Я всегда говорю, что я планирую, но не всегда что-то получается. Так как я сейчас реально просто как белка в колесе. Я не знаю вообще, кто-то говорит, как ты что-то успеваешь. Я ничего не успеваю. Нет такого, что я что-то успеваю. В общем, я планирую. Просто хочется, не знаю, я сама по себе. Не только потому, что, там, не знаю, блогер, да? И там какая-то интрига. Вот, там, какое-то видео готовим, да? Как бы готовим видео. Но я сама по себе человек-праздник, человек-эмоции. Эмоции я люблю для своих близких, для своей семьи устраивать там сюрпризы, праздники. Так в целом по жизни. Вот, муж помогает по ночам с малышками. Помогает, но не всегда, не так часто, как хотелось бы. Иногда я даже обижаюсь на это. Вот, но он работает, поэтому я его понимаю. Так же, как он где-то понимает меня. Я на ГВ, да. Но у нас смешанная. Смешанная получается и смесь, и грудь. Работает YouTube у вас? Да, вроде нормально все. Почему твои родные чаще у вас, чем родители Маркуса? На это есть своя причина. Просто я не хочу озвучивать это. Потому что это, как сказать, не мой... Ну, это как бы не какой-то там секрет или тайна. Может быть, даже это можно рассказать. Я не знаю. Ну, просто это было бы некрасиво с моей стороны как бы об этом говорить. Я, конечно, как-нибудь поинтересуюсь, можно ли это рассказать. Вот. Но это не связано с какими-то там ссорами или там еще с чем-то. У нас отличные отношения. Вот. Животиком не мучайтесь. Мучаемся. Мучаемся. Домой Роберт не просится. Слушайте, просится уже. Да, уже ему наскучило. У него сейчас будет актерский лагерь. И все. И потом уже школа. Он хотел еще в Волгоград заехать, но, к сожалению, не получится. Так что скоро он будет. Где-то в течение недели он уже вернется. Я очень по нему соскучилась. Прям вообще просто. Я иногда даже плачу. Ну, это может быть гормоны, конечно, но что он уже такой взрослый. Что я его так давно не видела, так скучаю по нему. Потому что эти-то малышки, а он уже взрослый реально. Вот вчера вспоминали как раз-таки его, когда были на закрытом показе сериала «Игры». Нам, кстати, понравилось. И я подумала, блин, как круто, если бы я... Вот там были разные актеры, молодые. Я подумала, блин, как круто было бы, если бы так пришла, например, у фильма своего сына. Например, там, ну, не знаю, может быть, он захочет режиссером быть или что-то в сфере кино. Но он сейчас учится в актерском, занимается в актерском. И сейчас пойдет в пятый класс у них там какой-то художественный, ну, тоже связанный с творчеством. И сейчас лагерь у него еще актерский будет. Поэтому, блин, было бы круто, конечно. Я бы хотела. Я бы гордилась, конечно. Но у тебя очень красивые волосы. Спасибо. Мне очень-очень приятно. Кстати, мой продукт, который мы сейчас создаем вместе с Аней Фомичевой, будет как раз-таки связан с волосами. Я хочу сделать классный продукт. У меня, кстати, они выпадают. Ну, вот, второй раз, так же, как и после тех родов, и после этих. Так. Когда имя скажете? На следующей неделе. На следующей неделе будет готовое видео. Вот. Там кто-то пытается угадать в личку, в этот, в директ. Вот. Я написала, что нет смысла гадать, потому что, ну, навряд ли кто-то угадает. Потому что вообще в целом сложно угадать имя. Это же, это, кстати, сложнее, чем угадать дату родов. Потому что там были кто очень-очень были близки к дате родов. Но имя, мне кажется, это суперсложно. Исходя из того, что оно у нас не такое, не популярное. Так. Что-то тут хнычит человек. Сейчас вырождите. На какую букву имя начинается? Ну, мы же не на поле чудес, ребят. На следующей неделе уже скажу. Вот. Мне хочется просто, не знаю, красиво, эмоционально. В целом я вот так все люблю делать. И для родных там, и для мужа, и для сына, и для дочек. Что-то интересное, творческое. Прятаясь в Беларуси. У меня, кстати, есть белорусские корни. У меня живут родственники Беларуси. Очень мудрая удача вашей семье. Спасибо. Спасибо. Среди этого ничего не выпадает, не сыпется, но очень сухая кожа на руках. Ну, вот видите, у всех не хочешь каре. У всех по-разному. Слушайте, я бы хотела каре, но, во-первых, пока я не похудела, никакого мне каре, потому что я буду выглядеть еще больше. Это худеньким идет каре. Не знаю, мне так кажется. Я могу, конечно, ошибаться. Это, во-первых. Во-вторых, у меня сейчас выходит скоро продукт для волос, поэтому мне нужны мои волосы. Вот. Потому что я буду очень много продуктов еще тестить на своих волосах. А на длинных волосах, конечно, это сделать намного легче. И может, ну, как сказать, результат быть лучше виднее. Вот. Так что вот так. Скоро мне уже следующие образцы придут. Ну, что первые, конечно, были полный провал. Потом вам расскажу, в чем там была фишка. Конечно, очень интересно. Сколько планируешь кормить? Сколько получится, столько и буду кормить. Я как-то нет такого, что я вот буду кормить два месяца или три, и потом специально закончу. Ну, как бы сколько получится, столько получится год. Буду год кормить. На третьем остановилась или еще хотите? Маркус-то явно сына хочет. Не важно, что он там хочет. Ну, кстати, тут, ты ни разу не был в моем прямом эфире. Тут спрашивают, хочешь ли ты... Привет. А, что ты явно хочешь сына. Мало ли, ничего не хочет, это так вот. После чего, у меня уже есть Роберт. Да. Да он мне не сын, наверное. Мне не отец. Надо сделать экстрептизу, понимаешь? Надо сделать экстрептизу. Экстрептизу его надо сделать поближе. Надо экстрептизу сделать, это твой сын. Экстрептизу. Ну, я ему говорю, он мне не верит, он думает, что я верная. Просто, я не знаю... Шаверман-то. Майер-биво, я тебя съел. Мика с няней. Как Гобозов. Слушайте, не знаю, я желаю ему всего самого наилучшего. Вот, насколько я знаю, ему, ну, как бы, еще 9 месяцев. Вот, как беременность прям. Так что, надеюсь, что у него, короче, все будет хорошо. Короче, светлых жизней человек. Такие глупости, как будто от женщины. Кстати, да, я тебе тоже говорила, что пол зависит только от мужчины. Причем, у тебя могут быть только Y-хромосомы или только X-хромосомы, понимаешь? Короче, вот эти мои две девочки между ног зависли. Третий будет по-любому пальчику. Какой третий? У нас уже три ребенка. Кто третий? Ты сам сказал, Роберт. Кто такой Роберт? Кто такой Роберт? Гобозов лучший. Согласна. Я, кстати, думаю, татук все такое набить. Вот здесь прям на груди. Да, кстати, круто. Гобозов! У меня третья кесарева на носу, боюсь, почему-то, пуще прежнего, каждый с разницей в два года. Ты поздно на улице Амика. Амика уже спит давно. Кстати, а почему мы не назвали Амика? Амика. Амика. Есть, кстати, имя Аурика. Аурика, Лика. Мне, кстати, там пишут в личку разные имена. Но уже поздно. Я закрыл вопрос с интернетом. Гобозов тебе хотя бы сына подарил. Ну да, действительно. Хотя бы. Хотя бы. Хотя бы. Юмор молодцы. Как вы познакомились? Ну-ка, давай твоя версия, как мы познакомились. Я вообще хотела историю выложить, как мы познакомились, но я так и не смогла, если честно. Без меня? Потому что ты забыла. Деменция, она лечится. Деменция. Деменция. А как мы познакомились? Ты помнишь? Я помню. Нет, давай ты не этот. Помнишь этот проход в ноги? Да, как я тебя в партер заломила, и все, тебе пришлось даться. Я помню, как твоя голова оказалась в нужном месте. Он в эфире. Кстати, именно девочки являются продолжением рода. Кстати, да, мальчики-то рожать не умеют. Мальчики только семена раскидывают. Да, мальчики только семена раскидывают. Когда скажете имя малышки? На следующей неделе. Вы такие классные, очень милые. Зачем пишите плохие комменты при муже его? Будьте счастливы. Так, кстати, ничего не вижу, что они там пишут. Деменция не лечится. А, ну прости, ничего страшного. Планируйте расширить же. Зачем писать про Гобозова, когда рядом муж стоит? Дуры, дуры суки. Да ладно, типа мы уже привыкли трещать над этим. А сколько вы уже вместе? А ну-ка давай. Сколько мы вместе? Шесть с половиной. За ощущением так слабо. Четыре, четыре мои. Четыре века как будто уже вместе. Ну, пошел пятый год уже. Да. Я шел уже подбили. Если честно, я тоже ничего не вижу, ни хрена. Ну, зато так видно. Тоже фонарь, просто фонарь светит лицой. Фонарь, свет лицо. И ничего не видно, реально. Чего, как в итоге познакомились? Как мы в итоге? Свет лицо, свет лицо, свет шампанское обмавляю лицо. Чего ты говоришь? Как мы в итоге познакомились? Как мы познакомились? Ну, давай, давай. Я сидел, значит, на студии. Выхожу, смотрю. Вокруг вот этого создания прекрасного просто херва туча мух. Ну, типа, знаете, как слетелись, как будто на какашке. Такие, типа... Я, честно говоря, вообще не понимаю, ну, типа, зачем. А, кстати, не только. Я могу быть медом. Они могли слететься на... А, то есть они летающие медведи, да, по-твоему, ну, типа? Нет, кстати, они меня, получается, могли создать. Ну, они же создают мед. Мухи. Какие люди? Мухи создают мед. Вы запомните просто это? Муж как будто скорпион по городу. Он дева, к сожалению. Короче, вокруг ее облепили просто вокруг. Я вот так вот мимо прохожу и думаю, ну, я об тебя присунул. И все. И вот так вот ушел просто дальше. Это все, что у меня было в голове на тот момент. И потом, как оказалось... А, кстати... Знаете, что я сделал? А, кстати, он... Что? Присунул. Это дура. Аж два раза. Всего за жизнь. К сожалению. Этот, что-то я хотела сказать. Кто-то мне что-то написал. Подождите. Малышка с вами, да. Малышка вот с нами. Он вам муж или нет? Про Гобозова? Ты супер. Вы все писаки уже Маркуса знали. До этого пишет, Маркус поменялся. А, вот что я хотела сказать. Что он меня не знал вообще. Ну, то есть он там меня нигде не видел и не знал. Кстати, может быть, это и хорошо. Знаешь, потому что люди, которые меня где-то видели, они уже предвзято ко мне относятся и думают, что я там истеричка. Или думают, что я зазнавшаяся, высокомерная. Ну, хотя... Я телек даже не смотрел. Я смотрел, как звук создается, как музыка пишется. Вот это мне было интересно. А почему, к сожалению, дева... Прости, что я тебе передала. Ладно. Да ладно, типа... Ты же дева. Ты сейчас меня сотрешь в порошок. Нет, да. Что она пишет? Почему, к сожалению, дева? Потому что он очень душнит. Надо, чтобы все было без крошечек, все было чисто, чтобы было... Ну, у меня в моей комнате, в моей студии, без крошек, и все чисто. Поэтому... У тебя уже... А на все остальные места общественные. У тебя тролль детей, у тебя уже не может быть всегда чисто, понимаешь? Например, наша квартира там или кровать, ну, типа, места всякие там общественные. На них все равно. Там может быть и грязь. Что-то пишет. Мой муж тоже со мной познакомился, чтобы просто прессунуть. До сих пор прессовывает. Мы пресс создаем. Ты же мужчина. Будь серьезней и цени Алианту. В дочь плюнул. Алианку нашу. А Алианку-то нашу. Не обижай. Когда свадьба. Ой, давайте вот этот вопрос... Мы не будем отвечать. Мне пока что... Пусть это будет неожиданностью. Мне просто детской. Не, мне пока что еще никто не делал предложения. Пока только прессовывают. Очень, очень удачно. Вот. Слушай, ну зато какие вообще огурцы. Красивые. Да. Зациклены частоте. Да, это пипец просто. Это просто... Я не могу творить и вообще что-либо делать, когда вокруг бараши много. Грязно. Ну, хорошо. А с детьми? Вот смотри. С детьми, когда помнишь, мы остались на выходном вдвоем со всеми. Да, я ходил и убирал. И... Нет, я говорю, а что это так? Ты мне говоришь, что надо вот каждую игрушечку убирать. А когда остался, весь в этих игрушках. Я говорю, ну и что ж ты не убираешь? Да, и придешь его. Ты говоришь, это невозможно. Да, невозможно. Как-то появилось возможно, сразу пам и чисто. Сколько времени у нас сейчас? 11... 11. 11. У меня сын девы тоже душнит по поводу крошек. Ему 16, но он прям с детства чистюля. Разве это плохое качество, чистота, порядок? Нет. Я все время хожу опрятный, чистый. А мы кого-то учим опрятности и чистоте. Не помнишь кого? Не помню кого. Нет, понимаешь, одно дело это просто, когда порядок числа, а другое, когда ты на этом зациклен просто, когда у тебя просто... Нет никакой зацикленности. Паранойя, когда насчет этого. Это уже, знаешь... Слушай, у меня там пятно в комнате, ну, типа, от этого. Откала детского. Снова здесь до сих пор поднюхиваю и так далее. Не, серьезно? А даже под губу как на свои закидываешь. Да не ври, нету такого. Не, серьезно? А где? Хочется, тоже сделаю насик. Не надо. Закидываешь. Тебе ж курить нельзя. Ты молодец по этому поводу. Роберт общается сейчас... Нет, по-моему, они не общаются. С дочерью девой боремся каждый день из-за бардака в ее комнате. Ну, вот, видишь, ну, типа, не все. Короче, они... Это не зависит от знака зодиака. Спрашивают про крещение. Давайте не будем, а то сейчас... Слушайте, да нет, почему? Ну, типа, можно озвучить просто мысль, да? Ту мою логическую, которую вот я хочу сказать, если это интересно. А то что скажете, типа, не, неинтересно. Могу не озвучивать? Да не озвучиваю. Ну, я опять расстроюсь, потому что ты не хочешь. Ну, нет, ну, озвучивай, если ты хочешь, озвучивай. Типа, для чего? Вопрос. Зачем? Потому что все так делают. Поэтому и нам надо так сделать. Потому что так принято. То есть, ну, типа, вот у меня вот самый первый вопрос вот на это идет. А во-вторых, когда человека привязывают к определенной религии, да, человека обязуют проходить определенные мытарства, так называемые. Да, то есть, он должен следовать определенным правилам той или иной религии, к которой он относится. А что, это плохие правила? Никто не сказал, что это плохие. Там, не знаю, не убей, не укради, там и так далее. Это же... Это общие законы. Ну, конечно. Это общие законы вообще в целом мире. Так это есть, так это есть такие законы. Нет, там немножко законы другие. Например? Ну, что? И смотри, религия, так или иначе, это все равно большой эгрегор, да, который там вмещает в себя определенную большую силу. И если ты, ну, ты можешь подключиться к этому эгрегору и черпать оттуда силу, ходить под Богом. Я не хочу никого оскорблять, особенно верующих. Я очень уважаю, ну, типа, выбор каждого человека, и это абсолютно нормально. Тут такие там... Зачем вы вместе? У вас напряжение какое-то. Если Алиана решит... Если Алиана решила, то покрестит ей пофиг на тебя. Ну, если так размышлять, то в целом, зачем тогда вообще в целом отношения нужны? Если одному человеку похер на другого, на мысли и на идеи. Нет, я так не могу. Именно поэтому до сих пор я не покрестила, потому что я не могу. Для меня, ну, мне нужно, как сказать, согласие. Мне нужно, чтобы это было как-то... Я задавал вопрос даже у нее в истории. Хотя бы хоть один мне кто-то скажет, зачем это нужно. Просто хотя бы напишите, скажите где-то, выскажите мнение. Ребенок вырастет, захочет, не будет веровать. И все, это традиция крестить. Это традиция? Ну, тот, кто пишет, вырастут, сами решат. Стой, 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 стой. Вот кто-то написал, это традиция. Откуда она пошла? Кто эту традицию занес? Это вот ровно такой же вопрос. Я не буду сейчас такие вещи говорить, потому что, ну, типа, Богу, кто-то позаблочит. В прошлом году, потому что мы договорились это сделать, а потом что-то пошло не так. А не так, что я захотела, а он не хотел. И я его потащила, потянула. Это вообще невозможно как бы человека заставить, если он чего-то не хочет. Вот. Просто так получилось. Я, конечно, расстроилась из-за этого. Ладно, может, давайте закроем эту тему, а то я буду расстраиваться дальше из-за этого. Не расстраивайте мою малышку. Ты меня расстраиваешь, что ты не хочешь покрестить. Я просто думаю и считаю, что дети вообще в целом должны сами выбирать ту религию и тот путь, который вам следует. А как они выберут, если их не, как сказать? До 18 лет мы даем им защиту. Они под нашей защитой, они под нашей опекой. Они находятся, все мы находимся под Богом, так или иначе. Кто там крещённый, не крещённый, неважно. А вы крещённый? Я крещённая, ты тоже крещённая. Да, и вот если ты спросишь, сколько раз я был в церкви... Так, ну не в этом дело, понимаешь? А зачем тогда это надо? Давай, ну типа мы поговорим, ну типа, что такое, что все люди носят распятого креста на шее. Ну типа, это нормально? По-моему, это признак чистой дьявольщины, как по мне. Если кто-то убеждён в другом, назовите мне причину, объясните. Я не против выслушать. Если вы убедите меня в том, что я не прав, я пожму вам руку и скажу, вы красавчик. Как раз пишет Маркус, ты мусульманин. Это прям утверждение. Я не ем мясо. Нет, вру, я ем мясо иногда, когда мне хочется. Мусульмане, у них, кстати, тоже вполне такая... Ну короче, кто-то пишет прав, кто-то пишет неправ. Короче, я понимаю, что здесь нет как-то правых. Мусульмане, кстати, очень сильно, очень сильно придерживаются своей религии. И я не знаю, правда, плюс ли это или минус, но типа это... Ну в целом это похвально. Это надо иметь определённую силу духа и силу воли. Это очень классно. Короче, ладно, закроем эту тему. Мы к ней ещё вернёмся. Возможно и не раз. Но надеюсь, что раз. Жениться ему пора. Слышишь, тебе уже жениться пора. Ты всю жену выбрала, я не пойму. Да вот подрастает уже малышка. Не обязательно часто ходить в церковь, главное верить душой. Ну я, кстати, вот в это тоже, я тоже так считаю. Вы понимаете, что... Ну православный, да. Буддизм даже. Я, да. Это учение, а не религия. Многие, кстати, думают, что буддизм это религия. Лучше о свадьбе. Лучше о свадьбе. Кстати, да, мы недавно были на свадьбе, нам очень, очень понравилось. Кстати, я покормила недавно. Она что-то заблудилась. Заблудилась. В коляске заблудилась. Все. Сосочка. Ой, короче. Есть какие-то еще вопросы интересные, на которые мы можем пообщаться? Порассуждать, пообщаться? Да. Кто-то пишет, истинная религия, только православие. Кто-то напишет, истинная религия, это только ислам. Кстати, в курсе, как православие появилось на Руси. Кто-нибудь знает? Думаю, что это, короче, это портал в ад просто. Это портал в ад, вот эти темы про прививки, про кесарево или этот, про детский сад, про, значит, про все, вот, про религию, про политику, это вообще просто. Так что я считаю, что здесь вообще не нужно спорить. Каждый пусть создает свою абсолютную вселенную, свое видение, и оно всегда право. Нет абсолютного да, абсолютного нет. Нет абсолютное так правильно и так неправильно. Когда сделаешь предложение? Когда у меня вырастет третья нога? Что, никогда, что ли? Она растет. Покажи. Прямо здесь в моем эфире? Ну, бля, а, ну тогда уже есть, все. Она больше расти не будет. Ты уверена? Это как его... Она каждый вечер увеличивается, потом увеличается. Короче, никогда. Да нет, ну типа просто... Это должно быть просто максимально эффектно. Вопрос к Маркусу. Вы вместе навсегда? Ты в моей душе осталась навсегда. А что такое навсегда? Навсегда, это как? Ну да, я тоже не понимаю. Нет, просто, например, целый день. Это может быть навсегда, да? Или там целый год, это навсегда. Навсегда, это как? Что такое навсегда? Аляна, специально теперь в эфире при Маркусе про предложение. Говоришь, да, специально. Специально. Вы мне помогаете, а я вот специально ваши вопросы зачитываю. Вы знаете, зачем женщина нужна? Для того, чтобы быть музой и двигателем мужчины. Вдохновителем, как я так даже назвал. Очень хочется, чтобы на всю жизнь. Чью, твою жизнь? Слушай, ну, типа, мы с тобой, а это твои самые большие отношения за всю жизнь. Что это значит? Ну, типа... Большие. Самые длинные отношения, вот которые сейчас. А, ты просто по длительности говоришь? Да, конечно. Ну, подожди, сколько мы сейчас? Четыре, пятый год идет. Ну, пошел пятый. Ну, вообще, я самые долгие, у меня были четыре года. Самые долгие. До четырех лет или чуть-чуть больше? За четыре? Ровно. Ровно четыре такая. Ну, считай. Ну, считай, просто четыре. Ровно четыре? Да я не знаю, ну, блин. Ну, посчитала быстро. Посчитала быстро. Ну, четыре? Ну, короче, ты понял. Так что... А может быть... Все, все, я шучу, я не убиваю ее. А может быть, сейчас переломный момент, как раз четыре. Сейчас зайду я за четыре или нет? А я уже зашла за четыре. А у тебя? А у тебя нет? Четыре. Пять, ты говоришь. Четыре. Ну, там, четыре с половиной. А четыре ровно? Нет, четыре с половиной. А четыре с половиной ровно? Да. строль сидит просто зачем заморачиваетесь насчет этого детки вырастут сами решат опять это правда мы к религии пока не возвращаемся что за эфир все вопросы мимо проходит почему ну я же не одна когда я одна я уже обсуждаем я стараюсь на все отвечать не хочет стать блондинкой нет я не 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 пойдет блондинкой самый светлый цвет который мне шел это карамельный это синий по моему цвет синего у меня не было красный даже был помощь и красный было рыжий не блондинка меня темный цвет кожи и в основном там африканкам и таким с темным цветом я конечно не африканка не идут не идет белый цвет прям сильно алиана милая булочка пресс волгограда я вижу дом они пономарёвой господи кто это может мужик домой отправишь с малышкой в 1 в эфире лучше аляночка сил тебе терпения зачем ему семья зачем здесь семья все мертвый груз да это что зачем нужна семья вот если рассматривать это в общих понятиях опять философия пойдет конечно как же без нее зачем жить зачем вообще разговаривать ты вопросом на вопрос всегда отвечаешь я еще не договорюсь армия люблю увили я так и поняла уже когда запросник висел ты не на один вопрос четко зачем тебе это одну типа просто хоть вот семья это правильный но тебе это же не интересно это скучно какой смысл как вы поймете развернули ответку смотри семья чем не сказать это опора это поддержка так надо уже явно надо еще 1 вот он прям на лайте то считаю такой весь свежий выспавшийся такой весь активный я считаю надо ему подкинуть кого-то вот вы думаете что я не устаю за день и вообще в целом на тебя у меня все прекрасно а если этого не показывают не знать что этого нету мы говорили о семье имя имя на следующей неделе скажем по семье мы больше не говорим я бы маркус армянин ну да чё по нему не видно фамилия черчхулевич у армяне фамилия заканчивается на черчхулевич на ян у меня черчхулевич юмор чешку левичам это 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 уже не армянская получается в смысле черчхулевич он нет маркус черчхулевич видно по лицу алианы какие неприятные его ответы он же напрямую говорит что не жди предложения так и постареет на своем кресле так ты постареешь на своем кресле но этот мы же ждем это так как как у наследник компьютерного престола компьютерного стула марку скучает по роберту скучаешь парами это прям чуть-чуть песочку не на самом деле скучаем маркус ребенок конечно он ест молодильные яблоки ехта мне 30 лет я ребенок не согласен он еврей самое классное оставаться ребенком в душе если ты не ребенок в душе тогда ты старишься очень быстро труха алихана это не последний ваш мужчина жаль что я не алихана аль-хамду-люля маркус салам с дагестана салончики руси у меня даже он видишь не только девочки в аудитории мальчики тоже очень приятно это прикольно блин ребятки мы были в дагестане у вас есть реально прикольные места не кстати классно мне очень понравилось дагестане мы были на сулакском каньоне кстати мы ты знаешь что мы там не побывали в самых красивых да что там добывали в самых некрасивых потому что потому что туда надо прям про ну то есть там должен человек который прям знает куда завести потому что сам сулак каньон мне очень понравилось взрослое старшее поколение вот как они вообще общаются как они себя ведут но нам по у нас там помню инцидент произошел один очень быстро там замяли старшие это было очень забавно на самом деле в турции были тоже да по картам смотрела вы скоро разойдетесь и он это знает и поэтому не делает предложение он тоже кто тоже карты что ли разложил конечно и поэтому да не поиграем дурачка ох уж эти мамки на астрологи я тут почему-то не вижу партнеров по жизни я вижу друзей а разве партнеры по жизни не друзья в первую очередь выделить моих родителей которые живут против сколько там 20 и 30 лет в месте вы бы херели просто приезжайте в канаду без вас к кище тут марку старпёр я я в скуф олдфак скуф скуфчик сама по себе слава прикольная да скуф я скуф иномарки что-то свадьба нужна на они не нужен семья ответственность выше уровень так держать на раздел на раздевание в дурак дурочка нет на раздевание мы больше играть не будем хватит и кстати еще салам с дагестана и окидывает кстати на твой день рождения тоже не приду он скоро нет он еще не скоро почему все сентябрь сейчас август месяц это уже почти скоро коры марку знает что бросить тебя да особенно день рождения угрозит и бросит и чё и чё дай на бросит и чё через бедро и что держись закончится спать не хочется мне все время спать хочется если честно мне кстати вот интересный вопрос для вас есть как вы думаете когда заканчивается жизнь когда начинается новая жизнь это слишком абстрактный ответ вот для вас когда наступает момент старости и когда заканчивается жизнь знаю кто-нибудь из вас ответ на этот вопрос бред говорит бред говорят бред бред нельзя так громко разница разница возрасте ну марку старше меня на 15 лет я же с кубчик забыли что марк не грузи марк не грузи пожалуйста марк марк отошел отсюда не грузи нам интернет дома бред пишет вернее семья это маленький мир возвращаясь домой ты понимаешь что ничего нет важнее семьи семья это в первую очередь те кому ты всегда можешь вернуться и на кого ты можешь положиться и не обязательно что это твои родственники или родные ты смотрел телепроект со мной нет я смотрел в то время порнхаб а может быть и к лучшему знаешь марк марк а почему в чего не тема называют давай еще философию очень приятно с темы накидывайте давайте на обсуждение понимаете откуда зародилась а вот кстати кто-то написал жизнь заканчивается когда ты просто лежишь без сил старый со всеми возможными болячка конечно жизнь заканчивается тогда когда ты теряешь к ней интерес когда ты не развиваешься не растешь не прокачиваешь себя ты когда ты теряешь просто смысл своего движения когда у тебя есть цели и тебе хочется к чему-либо стремиться не важно к чему будь желание даже быть хоть президентом строить дома города покорять планеты не имеет значения даже просто сидеть и писать что-то на бумажке да ежедневное желание тебя постигает это дает тебе энергии жизни и ты мне кажется ты никогда не умрешь листок не от несчастного какого-нибудь случая но когда уже перестаешь наверно соображать ну то есть а это так это уже не тебя зависит там может сознание просто могут сознание забрать и все ты будешь просто овощи мне кажется это такой адский трип интересно что думает маркус по поводу измены мужчин он также как большинство мужчин что измены мужчины нормально а женщины нет да конечно ну типа мы даже практикуем тройнички иногда ну типа с детьми собираемся типа и изменяем то типа свое мнение свои взгляды нет если мы говорим об измене все абсолютно логично общение с половыми партнерами на языке тел это очень плохо но типа когда у тебя есть своя половинка если ты если мы говорим просто об общении да типа мужчины и женщины я общаюсь с разными девчонками с пацанами со взрослыми с юными и по типу даже момента нет ну типа тоже флир если ты флиртуешь ты уже говоришь о том что типа ну как бы мне похер на свое на свой выбор я вот уже начинаю выбирать и вот я не отдаю отчет своим действиям точнее может быть отдаю на выбираю просто другое ну да мне кажется флирт это какой-то не уже не то что нездоровый интерес это уже другую сторону это уже интерес сексуальным подтекст конечно вот а это уже не прикольно когда у тебя есть сексуальный подтекст к другому это уже говорит о том что зачем ты выбрал на типа своего человека если ты уже метишь на другие стороны иди тогда сразу на другие стороны тут они все спорят максим ты или маркус дэнди ним ты не маркус он он максим но какая разница людям видимо это очень важный бог на этом сойдет когда приедет роберт домой же скоро все каша марк и и просто ты максима хакас не хотите сделать совместное тату я вообще хочу все свои всем я буду полностью забиваться а я хочу наоборот свести мы будем такие классные типа черное и белое просто марк решили но ему не нравится марк максим он хочет быть маркусом маркусян нет мне просто все называют маркус и знают как маркус и мне кажется вообще что это мое истинное имя должно было быть но вопрос или просто не знали в те времена выбрали маркус и макс плюс-минус по идеологии по своему пути они плюс-минус одинаковые есть максим или максимилиан максимус маркус макс марк на типа это плюс-минус одно и то же имя ну понятное дело что они все разные но идеология плюс-минус мигаэль мы ждем микаэль он скоро прилетит из армении на самом деле я слышала что когда ты меняешь имя то ты меняешь себе судьбу да и когда я поменя когда меня пахан начал называть маркус ну типа это но как-то быстро присосалась и все меня начали называть марку жить вместе ради детей есть смысл вот только ради детей ну типа нет например любви нет интересно но ради детей мы можем иногда спорить но типа долго она может дуться еще долго но типа иногда на какой на какие-то вещи да я иногда могу ну типа злиться на какие-то вещи но у меня правда злость быстро я считаю что это нормально потому что нет людей просто роботов которые никак не эмоционируют главное что такое происходит с нашим да я возьму на ручки обиды вообще в целом это не умение человека реагировать и отвечать правильно как-то на вопрос даже не то что правильно а грамотно на вопрос если человек начинает обижаться то есть сразу понятно что у него есть дееспособность доказать какую-то свою истину а как ты на все понятно конечно нормальный видно что тебя не любит алиана да я ее тоже не люблю ненавижу тебя как раз таки сижу в обиде да зачем вообще сидеть обижаться не понятное дело что это вот знаете вот происходит так да ну типа я вот он не прав и и все и я не могу это объяснить да например ну ты не понимаешь что с тобой происходит просто вот это в моменте да но типа никто не запрещает взять и поговорить напрямую с человеком и сказать типа йоу вот так гордость эго конечно не позволяет как это так но типа он мне сказал это нормально мы я стараюсь наоборот на типа даже там где она что-то муть мне пишет что ты мудрый это очень приятно дома что они перепутались мудрый мудрый я а я какой-то и нудятина мига мига да она уже самостоятельно я знаю и поэтому я прокачиваю свой навык и скилл спасибо что указываешь мне на мои недостатки я стану лучше где вон мне трое деток привет из молдавии салюты всем почему вы не можете сказать что ее люблю и своих детей и мы семья чтобы все отстали зачем мне делать чтобы кто-то отставал зачем не делать что-то для кого-то я делаю это для себя если у меня есть определенный взгляд у меня есть юмор зачем мне подстраивать это под всех зачем мне быть марионеткой для всех когда у меня есть свое видение свой взгляд свой ум ты согласна конечно я с тобой всегда согласна моя марионетка ты изменял ей прикинь уже кто-то утверждает так пруфы пруфа в студию давайте нейросетевые кстати давание нейросети уже можно вообще на изи я могу с любым твоему фанатам замутить наверное фэн и фэн и наверное это так неправильно говорить да короче я видела видос что наш как делают короче детям берут голос мамы например по-любому да наверно видели в ленте такой видос берут просто голос мамы и этот звонят ребенку типа сыночек там или там пришли где и пришли денег или еще что-то это ужас кстати недавно я не знаю часть было за прикол мне пишет мой товарищ с одной страницы и говорит марку стипа так так ты вот сейчас там только что писал перегидыв какие-то голосовые сообщения я говорю да нет играть и не звонил и пишет сразу со второй страницы и потом пишет с третьей и пьете подибая что происходит потом он не звонит и говорит создают просто фейки в телеграме абсолютную копию берут там твои фотки с инстаграма еще откуда-то прям создают копию и типа написывают людям сообщениями то есть имитирует голос и пожалуйста с одной стороны круто что технологии пошли вперед да то что столько можно крутого делать там даже с той же самой нейросетью а с другой стороны развелись мошенники поэтому это угомонитесь он лучше гобозова это приятно да это забавно эй-эй-эй-эй это севастопеля севастопеля почему я ничего не вижу позиция я против всех да конечно позиция против всех не совсем правильно и не совсем верная и логичная у меня есть мнение то в чем я убежден мой опыт личный который я проживал он у каждого вообще свой и И для одного, к примеру, вытирать там крошки со стола – это правильно, а для другого – неправильно, потому что крошки должны вытирать там утрированно уборщицы или еще кто-то. И оба эти человека правы. Будь здоров, кто там чихает. Крутой голос. О, ты с мужем, наконец, гуляешь. Да я часто, мы гуляем, просто я не всегда выхожу в прямой эфир или снимаю крутой голос. Мы же вчера с тобой были. У меня дочки будете. На следующей неделе видео, как будет готово видео. Столько роман третиков. Господи, очень серьезно. Это бывший бузовый. Кстати, он реально мужик идет, похож на третиковый. Как они угадали? Чуть-чуть промахнулись. Как повысить самооценку? С помощью чего? Самооценку? Слушай, я могу вообще проводить не прямые эфиры, а личные консультации. Если тебе нужно, можешь записаться через Алиан без проблем. Секретарь. Не, я просто людям вправляю голоса. То есть так, чтобы люди владели своим голосом на максимум. Соответственно, все это строится на психологии. И сейчас, допустим, ко мне приходила девочка. Она пришла ко мне, наверное, где-то месяцев пять назад. И вот три месяца назад мы начали только заниматься. И она пришла, она зажата, она ничего не даже так не открывала. Сейчас она поет уже через три месяца. И поет, и причем попадает в ноты. Так что, если нужно, обращайся. Как дела у Роберта? Скоро прилетит уже из Армении. С тобой в старые видео смотрят. По поводу самооценки, самый классный вариант. Иди в зал, в спортзал. Это самый оптимальный. Там какие-нибудь стройняшки такие, знаешь, а ты на их фоне еще хуже себя чувствуешь. У тебя будет, как минимум, охерительная мотивация сделать себя лучше. Когда ты будешь становиться лучше, то твоя самооценка будет расти. Читай книги. Только книги, опять же, по своим направлениям, тому, что тебе интересно. Это я так обширно сейчас сказал. Зал — это вообще тема. Голос красивый, пение помогает разрабатывать. Ребят, вы классные. Алиана одна ведет прямой эфир без выебонов. Ну и пусть ведет одна. Сейчас она не одна. В чем проблема? У вас холодно? Да, у нас сейчас уже холодно. Уже, считай, почти осень. Посоветуйте книгу. Давай ты одну и я одну. Блин, да я не знаю, как одну посоветовать. Одну прям. Давай вот с тебя одна и с меня одна. Блин, я не знаю, как одну посоветовать. Любую просто одну посоветую, но типа книгу, которая вот тебе кажется, что вот она прям поменяла тебя. Трансселфинг реальности. Вадим Сделант. Квантовый воин. А потом, значит, Как перестать беспокоиться на час и жить. Попросил одну книгу. Тонкое искусство пофигизма. Парадоксальный способ жить счастливо. А, это-то, стоицизм. Наполеон Хилла, почитайте, вам очень понравится. 48 законов власти. Очень классная книга. Ничего не вижу, что пишешь. Давай, ну типа вот. О, наконец ты взял. А ты будешь на. Да, сейчас мы уже, на самом деле, уже домой надо идти. Потому что прохладно. Ну пойдем тогда. Или ты хочешь еще побыть? Сейчас. Давай я почитаю вопросики. А ты поотвечаешь. Маман Гобозович, это там у нас жара 41, вы планируете еще детей. Проблема, что из-за тебя душная половина аудитории ушла. Да это твое мнение. Можешь оставить его при себе. Да пусть ушла. И что теперь? Он курит траву, такой разговорчивый не поделал. Я всегда разговорчивый. Роберт как сын. Делай себя лучше. Ну короче, понятно. Короче, понятно. Фильм какой можно посмотреть. Что вас привлекло? На самом деле, у меня уже честно голова как будто не соображает. Я чуть сегодня так устала. Вы философы? Да. Конечно. Мой мушкант. Тебе не холодно? Нет. Кстати, не холодно. Ну вообще, прохладненько, но не холодно. Вы охуенные. Вы классные. Спасибо. Можете еще раз продублировать книгу? Вы такие классные. Наполеон Хилл, 48 законов власти. Вадим Зеланд, Транссерфинг реальности. Кто еще у нас там? Роберт Киясаки можешь почитать. Про стаицизм еще. Я не помню, как оно называется конкретно. Спасибо за эфир, вы лучшие. У тебя плохое зрение? Нет. У меня хорошее зрение, причем идеально. Просто тут светит фонарь, я не выспалась. У меня вот так вот просто... Я уже, честно, мозг практически ничего не соображает. Сложновато, конечно. Микуся спит уже давно. Мне, Роберт, друг больше. Но в то же время, я понимаю, что нельзя человеку быть просто другом, если его ничему не учить. Но это должен быть баланс. Ты все равно, так или иначе, выступаешь человеком-опекуном, да? То есть, кто контролирует, иногда дает люлей грамотных. Не просто там взял, побил и ты неправильно там, а вот именно... Ну, там, короче, повесил его, ну, типа, за штаны, ну, куда-нибудь, на восковоль. Короче, просто контролирует и учит его, как надо вести себя, при этом не ограничивает его потенциал какими-то своими предубеждениями маленькими. Нет, я с Сашей не общаюсь. Приятно за вами наблюдать. Спасибо, ждем свадьбы в прямом эфире. Слушай, это хорошая идея, надо записать. Пишет столько слов, а по факту... Что по факту? Если вы не понимаете мою речь, и не воспринимаете мои слова какие-то, то я думаю, что это не мне нужно по факту говорить, а вам нужно просто подкачать скиллу. Ну, кстати, да, я тоже согласна. Потому что вот те, кто задают конкретные вопросы, даже не вопросы, а пытаются как-то оскорбить или что-то там, причем реально пытаются, потому что это не получается. Они показывают только свою вот какую-то неграмотность, что ли, озлобленность. я считаю, что это неправильно. Чем я занимаюсь? Я занимаюсь музыкой и занимаюсь несколькими бизнесами, помогаю ей делать бизнесы, свои бизнесы создают. Бизнесмены, короче, и музыканты. Но по большей части музыканты. красивый голос у тебя. Спасибо. Крутые. Манеры воспитания топ. А некоторые говорят, что нет, а некоторые говорят наоборот. Но это из-за юмора. Мне очень нравится, что когда люди видят, как я манерничаю, допустим, показываю какие-то эмоции, надсмешки, то есть отыгрываю даже какие-то вещи. Во-первых, я делаю это для себя, я себя прокачиваю таким образом каждый раз при любом удобном случае. А для многих людей типа пафосный. Что значит пафос в вашем понимании? Пафос – это вообще как будто деревенское слово. Лухари виллодж. Интересно просто. Мне просто интересно, что такое пафос. Высокомерие? У меня нет никакого высокомерия никому. Какое у меня образование? 11 классов и незаконченная вышка. Я поступил два раза в университет в Волгоградске государственной и два раза с него ушел. Точнее, первый раз меня выгнали, а второй раз я уже сам ушел. Кто-то пишет, слушала треки Маркуса успехов. Ну, типа огонь. Благодарю. Вы безбашенные, но очень крутые. Надменность. Надменность? Что такое надменность? Типа вот так, вот эти подписчики ваши фанаты. Что она мне там пишет? Вот это надменность. Кто-то пишет, Маркус, не катай коляску, там никого нет. Я вообще бицуху качаю. Это уже привычка, походу. Родители Маркуса, да, приезжают, но не так часто, как хотелось бы. Вот, но на это все равно, как бы, ну, есть свои причины. Не просто так, но, может быть, когда-нибудь тоже переедут в Москву. Было бы круто. Да, манера речи у него такая, какая надменность. А, что типа, манера речи у него такая, а не надменность. Ну, мне кажется, люди все равно, исходя из своих каких-то, ну, во-первых, своего восприятия, да, а во-вторых, может быть, есть какие-то вот моменты внутри, что считают, что там его обижают, или считают, что там кто-то над ним надсмехается, или кто-то надменность себя ведет высокомерно. Хотя, на самом деле, этого нет. Лучше.